Привет, друзья! В этом выпуске мы рассмотрим 8 серьёзных болезней, про которые расскажут наши волосы. Если тема разговора затрагивает волосы, большинство людей волнует прическа. Однако специалисты рекомендуют присмотреться к иным признакам, ведь состояние кожи головы и волосяного покрова красноречиво расскажет об общем положении здоровья. Любые патологии, особенно стрессы, сказываются на состоянии волос. Далее мы поговорим о 8 предупреждающих звоночках неудовлетворительного состояния здоровья, о которых могут рассказать наши волосы. Первое. Сухость, безжизненность и тонкость. Сухими волосы могут стать из-за окрашивания, сушки электрическими приборами, мытья в воде с повышенным содержанием хлора. Но серьёзные изменения текстуры, когда они приобретают тонкость и вялость, могут сигнализировать о понижении активности щитовидки или гипотериозе. Дополнительными признаками гипотериоза являются усталость, излишний вес, замедленный ритм сердца, ощущение холода даже во время тёплого времени года. Бывает, что волосы истончаются, и начинается их выпадение на бровях. Обязательно сообщите о подобных симптомах врачу. Он даст вам направление на анализ крови, чтобы проверить уровень тиреостимулирующего гормона и обследование щитовидки с помощью ультразвука. 2. Возникновение на коже головы жёстких чешуйчатых очагов. Такой симптом может сигнализировать о развитии псориаза, распространённой аутоиммунной болезни, которая выражается в активном росте глубинных кожных слоёв. Его нередко сопровождают другие аутоиммунные патологии в виде болезни крона, ревматоидного артрита, волчанки. Кроме того, с псориазом возникает риск возникновения ряда других болезней. Врач назначит препараты для регулярного применения. Для облегчения состояния используют шампуни, в состав которых входит дёготь либо салициловая кислота, цинксодержащие кремы, мази, а также препараты с алоэ вера. Гидрокортизоновые кремы снимут активность воспаления. Также помогают кремы с витамином D, А и антралином. Пациентам становится лучше после сеансов ультрафиолетового излучения, направленного на кожу головы. Третье. Поредение волос. Волосы регулярно обновляются, поэтому ежедневная потеря человеком 150 волосин считается нормой. Однако, когда волосы начинают выпадать клочьями, стоит забеспокоиться. Причина может крыться во внезапном крупном стрессе либо простудном заболевании. Но тонкость и выпадение волос может сигнализировать о диабете. Некоторые медпрепараты, противозачаточные, антидепрессанты, для лечения гипотериоза, стероиды, анаболики, противоугревые препараты тоже способны спровоцировать выпадение. Изменения гормонального фона, беременность, менопауза также истончают волосяной покров. Поликистоз яичников способен спровоцировать выпадение, либо наоборот, чрезмерный рост. Это зависит от причины сбоя в гормональном балансе. Таким образом, причин бывает много. Важно посмотреть на корни выпавших волос. Когда на них присутствуют маленькие белые точки, это временное выпадение, и оно не относится к облысению. Посмотрите на правильность вашего питания и постарайтесь его сбалансировать. Если есть возможность, следует прекратить приём указанных выше лекарств. Регулярное употребление витамина D3 благотворно влияет на рост и восстанавливает волосяной покров. Но чтобы принять такое решение, лучше посоветоваться с доктором. 4. Полное выпадение волос. Люди могут подвергаться так называемой андрогенной плешивости, происходящей в связи с изменениями баланса половых гормонов. Среди женщин аллопеции подобного типа диагностируются из-за тестостерона, иссушающего и уничтожающего фолликулы волос. Это мужской тип облысения, он является унаследованным. Мужчины теряют волосы при этом типе аллопеции вдоль линии роста волос в височной и затылочных зонах. Женские волосы чаще выпадают по всей поверхности головы. Ещё одной причиной, из-за которой может возникнуть такая аллопеция, это диабет, вызывающий трудности с кровеснабжением. Тогда волосы недополучают питательных веществ, лишаясь возможности воспроизведения новых волос. Некоторые болезни могут спровоцировать такую аллопецию, влияя на баланс гормонов организма. Это проблемы с щитовидкой, гиперактивность либо снижение её активности, некоторые аутоиммунные болезни. Кроме того, этот тип аллопеции встречается из-за долгого приёма лекарств, бета-блокаторов, пропронолол-атенолол, антикоагулянтов, варфан, лекарств для воздействия на артрит, болезнь Паркинсона и других. Если вы думаете, что теряете волосы из-за приёма лекарств, нужна консультация врача насчёт замены препарата другим, не вызывающим этого неприятного эффекта. Самому решать прекратить приём лекарства нельзя. Вам могут прописать лекарства, направленные на блокирование андрогенной потери волос. Например, миноксидил, который блокирует влияние некоторых гормонов. Эти препараты сегодня доступны к приобретению и в отсутствии рецепта, и они подходят для представителей обоего пола. Пятое. Сухость и хрупкость волос. Когда на своей подушке каждое утро вы находите множество выпавших волос, это, вероятно, скорее сигнал об их хрупкости, нежели о выпадении. Хрупкость может появиться из-за воздействия некоторых уходовых химических средств, особенно красителей, осветителей и распрямителей. Некоторые патологии организма также могут вызвать хрупкость волос. Например, при синдроме Иценко-Кушинга происходит поражение надпочечных желёз и выработка кортизола становится чрезмерной. Или при гипопаратириоидизме волосы тоже приобретают чрезмерную хрупкость и ломкость. Понижение количества гормонов около щитовидной железы вызывает уменьшение количества кальция в крови, возрастание количества фосфора, в результате чего волосы приобретают хрупкость и ломкость. Кожа становится отшелушивающейся и могут возникнуть мышечные спазмы. Если волосы стали ломкими из-за перечисленных заболеваний, наверняка имеется и повышенное шелушение и сухость кожи. Повышение ломкости волос может говорить о недостаточном количестве в вашем меню омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Компенсировать это можно, употребляя блюда, содержащие рыбу, орехи, семена льна. Симптомы гипопаратириоидизма можно контролировать с помощью пищевых добавок с витамином D и кальцием. Простыми и весьма доступными методами возможно вернуть здоровые волосы. Например, использование натуральных кокосового, оливкового и т.д. масел способствует восстановлению их эластичности. Для полноценной подпитки волос врачи советуют употреблять рыбий жир. Для снижения ломкости волос во сне рекомендуют заменить хлопчатобумажное белье на более мягкую атласную наволочку. Шестое. Выпадение волос отдельными круговыми участками. Этот симптом говорит, что иммунная система воздействует на волосы таким образом, что они сжимаются и начинается круговое выпадение. Специалисты называют такое явление круговой аллопецией, происходящей в височной зоне либо вдоль роста волос. Иногда её может вызвать диабет. Аллопеция иногда может распространиться на всю поверхность головы. Тогда человек рискует остаться без волосяного покрова на всей поверхности тела. Аллопеция такого типа нередко распространяется на брови и ресницы, провоцируя их потерю. Такой симптом характерен именно для этого типа облысения, которое считают аутоиммунной болезнью. Подобная патология бывает наследственной и может проявляться вместе с иными аутоиммунными болезнями. Например, с артритом ревматоидного типа, диабетом, болезнями щитовидки. Самым эффективным лечебным воздействием на подобный тип аллопеции считаются уколы кортизона в проблемные участки кожи. Иначе очаги потери волос постепенно будут увеличиваться и становиться заметнее. Кроме инъекций кортизона, его могут назначить для местного применения кремами, но этот способ эффективен только в лёгком случае круговой аллопеции. Врачи советуют также применение миноксидила, ускоряющего возобновление роста волос. Такое лечение требуется повторять многократно на протяжении нескольких месяцев для достижения эффективности. Седьмое. Появление на волосах желтоватых хлопьев и кожного зуда, сопровождающегося отшелушиванием участков. Перхоть нередко может оказаться тревожным проявлением, которое требует серьёзного подхода. Например, сиборейный дерматит считают хроническим воспалением, ведущим к шелушению целых кожных участков. Сиборейный дерматит тесно связан с грибковой инфекцией, возникающей из-за значительного роста грибковых микроорганизмов. Петероспорум овали, дрожжевой грибок, усиленно размножается, обостряя воспаление. Есть метод, позволяющий диагностировать сиборейный дерматит и отличить его от обыкновенной сухой кожи. Начинается шелушение кожи возле бровей и носа. Кроме того, сиборейный дерматит сезонен, он активизируется зимой, но в тёплое время пропадает. Эта проблема тоже бывает спровоцирована стрессовыми факторами. Подобный диагноз способен установить исключительно доктор. Он назначит шампуни и крема для контроля над ситуацией. Наиболее эффективен кетоконазол, воздействующий на клеточные стенки грибка с целью его уничтожения. Его выпускают в таблетированной форме, он входит в состав кремов либо шампуней. Но назначить его может только врач, поскольку препарат имеет ряд побочных эффектов. Позитивные действия имеют и стероидные кремы, но длительно их использовать нельзя. Специалисты также советуют употреблять в пищу чеснок. Восьмое. Седые волосы. Седина, не обусловленная старением, воспринимается людьми как стрессовый сигнал либо последствия травмы. Например, Мария Антуанетта, французская королева, появлялась на казни абсолютно седой, несмотря на то, что ей было только 38 лет. Но многие специалисты больше склонны видеть в подобных ситуациях генетическую обусловленность, не признавая фактор стресса. Распространено мнение, что стресс либо травма способны привести к кратковременному приостановлению роста волос, запуская некое состояние покоя. Затем волосяной покров пробуждается, и внезапно появляется много седины одновременно. И это может стать причиной полного стремительного поседения волос. Скорость возникновения у вас седины обычно соответствует аналогичному процессу, который был у родителей. Но когда вы считаете, что возникновение седины у вас раннее и представляет собой последствия стресса, стоит внимательно посмотреть на жизненные события и постараться их изменить. Часто у переживших травматическое событие людей происходит последующее восстановление естественного цвета. Когда жизнь наполнена стрессовыми ситуациями в такой мере, что у вас быстро появляются седые волосы, нужно научиться избегать крупных волнений. Например, путём освоения методик релаксации. Может быть нужна помощь специалиста или хотя бы грамотного инструктора по йоге. Если вам было интересно, и в этом видео вы узнали что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!